Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Стало известно о том, что сбежавший, внесенный в перечень физлицепо-нащий функционал странного агента на территории РФ, он же внесен в перечень экстремистов-террористов на территории России, в Латвии поет в переходах, и, собственно говоря, группа состоит из таких же, как он, эмигрировавших. Что здесь сказать можно? Супруга его, Мельникова, говорила о том, что ей трудно одной платить ипотеку. Милонов призвал его лишить родительских прав, потому что Смоленинов призвал ударить по государству, где находятся его дети, а, собственно говоря, значит, он своим детям желает зла, и какой же он тогда отец, и, собственно, я с ним согласен, в общем-то говоря. Вообще, Смоленинов, вы знаете, это довольно интересный персонаж. Последний раз, когда я видел его интервью, он там огородит такое, что вообще не поймешь, отдает ли он себе отчет в том, что он произносит. Но, тем не менее, говорящий об успехе, о том, как замечательно жить за границей, о том, как здесь все плохо, вы помните, они с Чуплан Хаматовой сняли еще клип даже, при этом поет в переходах. Ну, вот Панин, не знаю, шутка это или нет, но вроде как никто не опроверг, три года, говорит, работал на Госдеп, перебивался и получил американский паспорт. Вы знаете, это в духе того, что говорил замдиректор ЦРУ, он говорил о публичных агентах влияния, так называемых, из числа знаменитых россиян, которые, перебираясь за границу, будут транслировать такую хорошую картинку, замечательной жизни, все больше пытаясь воздействовать на проживающих, оставшихся в России. Помните, были вопросы, ну, если они уезжают, может быть, что-то они знают, что какой-то конец, помните, такие были вопросы, что что-то такое будет совсем плохое, ну, не могли же они все уехать, ну, не могут же они, мы с вами недоумевали, ну, как эти люди, которые, казалось бы, да, еще вчера были, казалось бы, патриоты, просто их никто об этом не спрашивал, нам никто не докладывал, патриот конкретно этот человек или нет, но мы предполагали. И, конечно, я помню, что в комментариях вы часто задавали вопрос, что, может быть, слушай, ну, может быть, они что-то знают, раз они уезжают, может быть, может быть, все-таки что-то будет серьезное очень. Серьезное очень что-то произошло, и оно происходит сейчас, безусловно, потому что не может быть несерьезным, где люди отдают жизнь за родину. Ну, уезжая, они и рассчитывали на такой эффект, на наши вопросы вот эти, на мыслительную деятельность, связанную с тем, что они что-то знают большее. Ничего они большего не знали. Это исключительно была операция, связанная с психологическим воздействием на население России. Сейчас уже все видят, к чему они сами пришли. И самое главное, с моей точки зрения сейчас, чтобы они, используя своих покровителей в высоких кабинетах, не смогли, скажем так, нет, у кого есть конституционное право вернуться, они, наверное, могут возвращаться, но не могли опять попасть к деньгам на разные высокие должности и так далее. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравится мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграмм, канал Будда Гришна. Новости, новости в формате 24 на 7. Новости из всех источников в одном месте. Политика с моими комментариями. Все это телеграмм-канал Будда Гришна. Новости. Друзья, и кому надоел шоу-бизнес, переходите на Рутюб. Там политика, потихоньку обновляется канал. Также он называется Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин